здрасте здрасте с какой они как война на дворе хорошо они очень нежели война не понимаю война никогда хорошей не было слова даже война это уже плохое ну шо сделаешь это верхов война а нам чё простым людям мы страдаем даже по истории возьми они ссориться на войну идут простые смертники не начинается все снизу ну не знаю а чё снизу начинает мы нормально к вам относимся вы начинаете нас матюкать за что но то что если обычный простой народ обычный простой человек поддерживает ироническую власть которая ведет войны периодически то вся проблема не во власти вся проблема в том народе который позволил этой власти оставаться на своем месте и вести такую политику нет это понятное дело ну а что мы сделали вот скажи что может один человек сделать начинается начинается всегда все с одного потом вокруг него становится больше 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 и потом эта масса уже может что-то делать ну не знаю у нас с этим проблема у вас у вас такого никогда не было вы не знаете как ну как не было я я же при вас то жил если историю взять вашу имею ввиду россиян у вас вас такого не было что вы вот возьмете все свои руки народ пойдет свергнет царя по любому кто-то какой-то другой лидер менял предыдущего такое понятие как демократия неизвестного жизнь такая потому что знаете он тоже за вас переживаю за нас переживать вы что же такие же душевные люди вот так же кровь есть такое же тело так же кушаете также видите также хотите также думаете вы одинаковые люди выживали не это какого там один глаз у вас там или рога растут или уши большие отличаются чем-то нет мы все одинаковые если по биологии судить то наверное все мы одинаковы и американцы а вот по строение ума разные потому что украинцы вот какая разница между украинцами и русскими в том что если украинцу что-то не нравится он сразу начинает винить во всем власть и так делает каждый и это перерастает потом в революции россиян 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 же такого нет там начинается с того что тоже может ему не нравится что-то ну ладно потерпим ну ладно подождем может что-то там изменится лучше как-то станет само по себе в общем то и никто даже не начинает выступать вот у нас у мусульман по-другому как у вас я не русский мне нельзя назвать что сказать ты русский я не русский да я не русский а кто вы по национальности я крымский татарин вот татарин а где вы живете мы по-другому относимся к всему понимаешь мы смотрим на мир потому что у нас написано по-другому нельзя не убивать у нас нельзя насиловать график обманывать у нас нельзя это делать а вы в каком регионе живете? в Крыму в Крыму? да и как вы относитесь к тому что от ваших предков там допустим еще в 18 веке начали скажем так изгонять депортировать а потом в 44 году вас уже прям открыто депортировали в другие регионы ну так и не только крымских татар депортировали и в принципе к вам относятся как к нижшим ну как к нижшим у нас есть крымские татары богатые есть люди которые имеют магазины, заводы у нас есть такие люди я не скажу что я бедный я не скажу что я богатый я средний я себе ничего не отказываю хочу тебе мясо хочу тебе там плов могу сходить в ресторане покушать поужинать могу позавтракать сходить понимаешь то есть могу дома не готовить то есть я себя в этом не ущемляю и свою семью тоже я живу по своей а вы помните свой язык? ну конечно знаю даже скажите, а как на татарском будет хлеб? под мек а свобода? ну вот это у нас как бы я никогда этими словами мы не спрашивали просто знаете у нас есть просто интересная такая вот один блогер говорил что если да не блогер а вообще в принципе есть такой выслив наукраинский что если народ там человек выбирает хлеб вот вместо свободы то потом он теряет и свободу и хлеб понимаете забывается вот если спрашивать какие-то этнические ну другие национальности в большинстве они помнят слова свобода ну как мы когда общались со стариками с бабушкой с дедушкой с родственниками мы как-то эти слова не применяли свобода мы просто разговаривали о жизни ну правильно правильно потому что уже свободы уже свободы как такого и нет уже крымские татары это не те татары которые были еще сто лет назад например уж тем более не те что три сто лет назад были на мой на мою землю что-то будет большое покушение или на мой дом или на мою семью на моих близких я не то что автомат возьму в руки я похуже возьму руки и буду держать свою оборону я лично один стану за троих а для вас а для вас анексия крема оси в 2014 это не вторжение давай так смотри когда начали украинцы вот тебе правда скажу вот после того как сейчас спецоперация прошла я как-то поспрашивал у крымчан не только у татар не только у русских я у всех поспрашивал так как вы сейчас к нам относите мы тебя найдем мы тебя убьем ну на украинском языке потом ты пошел ты на три буквы потом начинает еще что-то рассказать потом я твою дочку твою маму всю найду тебя вырежу тебя и вот мы вот все вот это все знаем слышим все это такое с вашей стороны я понимаю да у вас произошла такая ну переворот война да у вас там спецоперация никакой переворот никакой гражданской войны если вы это имеете ввиду не было это все выдумки пропаганды России ну у вас же начиная с Майдана все началось нет у нас началось с того что Россия аннексировала Крым ну то есть зашла на территорию там базы зашла на базы да все с этого началось все при 14 году 14 году да 20 февраля а еще в 14 году мы были в составе Украины Украины да ну и когда вот в нашем Майдане вот этот переворот Америка начала снабжать деньгами чтобы выгнать президента Януковича выгнать на его место поставили Порошенко вы вкроете что Путин вы вкроете что Путин сам рассказывал что он помогал Янукович убеждать Янукович сам захотел убеждать он его он его передвижение контролировал контролировал скажите а каким образом почему Россия начала спецоперацию свою по аннексии Крыма 20 февраля когда Янукович еще был при власти он его уже нет его уже убрал он был при власти но он же бежал не я еще раз вам повторяю он был при власти он не бежал он сидел в Киеве но Россия уже начала свою спецоперацию по аннексии Крыма это есть доказательство самое такое простое это медаль за возвращение Крыма где дата стоит 20 февраля то есть когда Янукович был в Киеве ну сейчас Янукович где медаль за возвращение Крыма можете загуглить посмотреть почему Россия я контролирую это смотри не только ему выдали выдали еще другим лицам за освобождение Крыма и другим ну ну так получается что что Россия начинает тоже они с аннексии Крыма ну вот я тебе правду скажу что если даже например захотите вернуть Крым состав Украины большинство крымчан 99% крымчан они уже к вам не захотят после вашей агрессии как вы нас матюкаете как вы обещаете нас это гнобить никто такого ничего не знает все татары с которыми я общался они как раз адекватные это вы что-то заливаете вообще пропаганды пропагандистские штампы если вас тут четверлетки кто-то убежает то это возможно потому что вас считают за русского никто не убежает я на своей территории меня никто здесь не обидит так а где вас убежают в чат-рулетке нет а где убежают вас я смотрел ютуб там чат-рулетка какая-то думаю я скачаю я даже не знал что такое вообще есть такой чат-рулетка так я спрашиваю где вас убежают вы говорите вас хоть угрожают кто-то тех русских тех русских которые поддерживают войну или говорится именно за татар крымских он говорит иди я говорю я вообще-то не русский я татар и тебя говорит знайду я скриншот сделал я тебе знайду твою семью перережу убью вот скажи мне вот как я теперь вас туда впущу не смотрите если вы поддерживаете спецоперацию при которой я не поддерживаю я просто понимаешь нахрена мне такие неадекватные соседи нужны участку которые придут купят у меня здесь рядом участок или дом пусть строится жить я с ними буду приходить здрасте плевать мне блять спину нахрена мне такой сосед да я его застрелю я же вам говорю если вы так говорите пропагандистскими штампами и вас за это вам угрожают это не значит что украинцы желают какого-либо зла крымским татарам наоборот с крымскими татарами всегда были теплые отношения и это даже ваш глава я не помню как его зовут тому пример как общаются крымские татары и украинцы ну они там у вас сейчас кто у вас Сападжимиль ну он там в Украине так правильно потому что Россия просто захватила Крым вместе с тем населением которое там живет и теперь вы вот говорите что ничего такого не было и аннексии не было и у вас переворот и у вас гражданская война была то есть это все с телевизора российского уже ну подожди стоп гражданская война была небесная сотня на Майдане ну так это все при чем причем это к аннексии Крыма нет вот а хорошо Путин увидел что беспредел пошел он в очередь Крым забрать то есть если сосед видит что у другого соседа беспорядок какой-то то а не отжать бы у него там кусочек его земли пока он занят своими делами так в этом ваша логика нет здесь просто очень много русских живут православных он защищал их так там и в Литве живут много русских в других странах много русских что тоже там если у них начнется какое-то скажем так внутреннее их дело то надо отжимать их территории в это время вы понимаете что вы говорите царя свергнули царя вашего Януковича какого царя есть президенты и президенты тот сам убежал никто никого не свергал он сам устранился вы просто рассудите посмотрите я вам простым языком объясняю что вот вы есть вот например ваш дом ваша земля ну ваша скажем так вот этот и у вас рядом сусед и вы видите что там у них какие-то скажем так дела что-то у них там или ссорятся или что между собой ну в общем что там такое творится что вы будете делать вы пойдете у него какой-то там в сарай и вы родите скажете это мое теперь или как что вы будете делать мне чужое не надо у меня свое вот есть вот полышка и все вот мое квадрат а Путин сделал именно так я свое не отдам клочок земли а Путин сделал именно так ну как бы свое еще утеряно при Советском Союзе или так говорится то есть вся Украина в принципе должна быть в России или что за что вы говорите вот ты не был хорошим да какой бы ты не был хорошим но я лично буду противник того чтобы мы присоединились к вам обратно я лучше знаешь если на крайних даже если мы не Россия я лучше присоединюсь к Курции я лучше присоединюсь к этим к Азербайджану к Армении понимаешь но не только к вам так как я с вами общался вот у меня есть тут один такой сосед через три улицы вот оттуда сбежал там у него дом развалили а здесь у него домик родителька остался он прибежал да здесь живет я с ним пришел взял бутылочку взял мясо шампурами вместе только костер распалить надо было посидели поговорили он мы с ним ну как общаемся но у него все равно здесь где-то в затылке есть ненависть понимаешь у него есть ненависть хотя здесь живет русскими деньгами рассчитывается среди русских ходит по-русски говорит в магазин ходит русский ну вот видите вот видите что просто случается с теми народами которые попадают под влияние России какая идет просто ассимиляция вас вы вообще не знаете своей истории что творили с вашим народом русские вы говорите что украинцы плохие что сделали вам украинцы за все эти года кроме вот этих обзываний в четверлетке вот скажите что они сделали для вас плохого для крымских татар мы не хорошего ничего не сделали ничего плохого не сделали вы хотите сказать и плохого не сделали и хорошего ничего не сделали А русские что сделали? И хорошего, и плохого только. А, ничего плохого. Ничего плохого, то что при депортации крымских татар, не помню, очень большое количество, там погибли десятки тысяч вроде. Ну тысячи точно погибли при самой, потому что... Как животных просто вывозили куда-то, в глубинку России, чтобы вы уже себя не идентифицировали сейчас, как, ну, что вы вот есть народ, вы сильный, вы можете как-то... Вы сейчас меньшинство получается. Вы попадаете под влияние России. Видите, как ассимиляция работает? И сейчас вы говорите пропагандистскими штампами. Это вообще печально. Понимаете, за всю историю украинцы вам... За всю историю украинцы вам никакого зла такого не делали. И сейчас не сделают, потому что отношение крымских татарам нормально. То, что вам в четверг летке кто-то что-то там сказал, это, знаете, сейчас это нормально в плане войны, потому что сейчас каждый день умирают наши украинцы, наши люди от российских ракет. А если вы говорите, что, ну, Россия, это ничего плохого, то ненависть будет адекватная, понимаете? Не нужно говорить в общем. Ну, типа, что вот... М-м-м.